всем привет друзья как бы не было печально но настал тот момент когда нам придется распрощаться с полностью с птицей что произошло и почему вы узнаете в этом видео как я неоднократно говорил что вот это помещение пристройка крольчатника у меня было построено именно для бройлеров никаких несушек здесь не подразумевается вообще ведение хозяйства для несушек будет отдельное помещение здесь только для бройлеров здесь изначально я предусмотрел будет система как вентиляции как будет охлаждение как будут стоять клетки изначально поэтому в данный момент мне нужно наших подружек отсюда убирать и предстоит самая главная ответственная работа мне нужно сделать здесь теплый пол вы не ослышались именно теплый пол бралерятники все друзья курочек я отдал пусть попользуются ими еще другие люди понесут они яички как-никак несли все порядке сам переоделся в робу пора начинать работать ну и налепил этот липух по другому не скажу ужас придумать так еще надо да поилки все выношу пока выношу под дождь у нас влил дождь сильный такой пусть пока там все это откисает а в дальнейшем с херфера буду мыть так первая димана пошла родимая свободно разбирается друзья все готово вынес осталась одна стойка и бочка но это мелочи теперь самое главное нужно заняться при стеночной вот этой частью потому что когда делать полы здесь много будет мешаться опалубку когда ставили здесь был слой земли сантиметров на 15 выше но здесь вообще вот такой бугор был непонятный поэтому опалубка сверху стояла выровняли но не думал что буду углубляться а пришлось поэтому сейчас надо все-таки перфоратором кое-где бортик этот тканчик придется отбить так лучше выглядит чем с кусками земли здесь фундамент был с красным кирпичом все подряд это вот для тех кто мне говорит если с красным да он влагу питает смотрите с красным щепнем не трещин фундаменте и вообще нет ничего просто нужно правильно уметь заливать здесь уже с таким щепнем было ну в общем выровнял сейчас осталось это все вывести куда как всегда не знаю потому что здесь земля будет со щепнем ладно придумаем пару тачек вывезу и можно начинать сюда возить песок вот вот Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Ну ладно. Углубились сильно. На низ сейчас стелю клеенку обязательно. Потому что влага, как ни крути, лучше пусть будет клееночка. Клеенку расстилаю. И после этого, самое главное, начинка теплого пола. Друзья, ну а теперь, как я и говорю, самое сердце любого теплого пола. Это тот утеплитель, который будет у нас под бетоном. Я когда строил баню, об этом не поговорил. Но сейчас пару слов об этом хотелось бы сказать. Скажу сразу. Для этого лучше, конечно, было применять пеноплекс фундамент. Но так как у меня после последних работ остался пеноплекс комфорт, то я еще немножко сюда докупил. И теперь его мне здесь вполне хватит. Вообще, зачем нам нужна прослойка между бетоном и землей? Самое простое. В зимний период у нас промораживается улица. Промораживается фундамент. Часть фундамента все равно у нас промораживается. И холод идет к земле. Как минимум здесь еще дорожка до полметра может у нас заморозиться. Также теплый пол. Сама система подогрева воды. Мы водой трубу греем. Тепло должно греть бетон и уходить только наверх. Так как у нас на этой части будет уже располагаться труба, то сами понимаете, если ее положить на землю, то она будет еще часть земли греть. Зачем нам это нужно? Мы пытаемся от этого избавиться. Для этого нам нужна перегородка между землей и бетоном. Вот когда у нас будет такая перегородка, тогда мы добиваемся только нагретия бетона. Это одно. Второе. Все равно, если у нас здесь промерз бетон, если у нас земля промерзла с краю фундамента, то это все поднимается вверх, и это будет остужать еще больше нашу трубу. Но за счет утепления, которое мы сделали между бетоном, мы лишний раз от земли холод не будем поднимать к бетону. И бетон у нас не будет лишний раз остывать. А само собой мы меньше будем затрат нести на подогрев вот этой всей воды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осталось пробежать, запенить все это. Ну, в основном, края. Вы видели, какой фундамент. Все это запеню, и потом дальше уже будет с металлом, с маяками, уже с трубой. Это будет более такая творческая работа. Именно творческая. Тут творческий подход нужен. Ну, а теперь главная изюминка нашего балета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это сетка. Если стяжка делается на улице где-то тоненькая, еще что-нибудь, то я, конечно, понимаю, там сетка нужна. И сетка, как многие замечают, она должна быть приподнята. Это когда мы бетонируем, ее нужно немножечко так приподнимать. Или сразу закрепить на такой высоте, чтобы она, ну, хотя бы сантиметр от земли была, и она проливалась. В данный момент у меня вот в теплом поле, что в бане, что здесь, я сетку кладу не для армирования бетона, а именно для того, чтобы просто по ней легко было. Расстояние смотрится 10 на 10. Все это изгибы сейчас теплого пола пойдут. Легко крепиться. К чему-то можно крепиться. Не покупать никакие гребенки специальные для этого. Поэтому здесь, как происходит, и армирование слегка. Ну, больше для крепления самой трубы, теплого пола. Так. Ну, а что делать теперь с этой трубой? Так как у меня отопление здесь подходит, вот эту батарею, скорее всего, я сниму, то мне нужно здесь сейчас будет то ли змеевик, то ли как пускать. Вот так, наверное, змейкой сюда пущу. Мне основная, большую температуру нужно будет здесь обогреть. Вот так пущу, до туда, ну и разворот назад. У меня всего трубы 50 метров, потому что брать 100, это, ну, жирно будет тут им, в общем. Пару часов позора, и все, все готово. Вот так у меня получилось. Сделал змейкой, как и сказал. Пришлось сюда еще одну такую сетку бросить, крепиться не к чему было. Везде расстояние где-то 20-25, но там где-то, где изгибы чуть больше. Думал, не хватит. Нет, все-таки вот здесь вообще четко пошел через 20 сантиметров. А сюда дошел, а у меня неудобство. Ну, как получилось, так получилось. Ничего страшного. Сейчас осталось обрезать усики. И приступим еще к одной более творческой работе. Это маяки будем ставить. Вот это вообще творчество, меры нет. Для того, чтобы выставить маяки, мне теперь потребуется шуруповерт. Желательно с длинной биткой. Саморезы подлиннее. Проволоки делаю вот так, просто. Все, больше ничего не требуется. Вот так. И, само собой, лазерный уровень. Ну, если есть, то лазерный. Если нет, то с рулеткой. В дальнейшем саморез просто закручиваю. Делаю 6 сантиметров отсюда, отмеряю. 6. И плюс у меня еще 1 сантиметр. Будет сверху сам маяк. Мы ставим битку. И, как видите, вот меточка. Отмечаем эту метку. Все. Вот будет у меня метка. До сюда я буду закручивать все саморезы. И смотреть по метке. Как только вот подходит. Хоп. Все. Значит, вот он находится на 6 сантиметрах, как и предыдущий. И так далее. И так далее. И так далее. все есть у меня две направляющие два маячка практически в один уровень будем считать правило как я и сказал завтра когда буду тянуть вот так у меня они вот становится с этой стороны я протягиваю и также становится с этой стороны чтобы не провалилась мне этого вполне хватит еще что хочу заметить вы видите сколько я здесь бегаю с места на место уже все такое грязное но о чем я изначально вам говорил что если здесь лежал сейчас пенопласт именно пенопласт то все бы это сейчас раздавил и из пяти там тире 10 сантиметров у меня сейчас бы поставок здесь два наверно сантиметра вот что делает вот допустим пеноплекс смотрите видите вот мои следы вот как я проволока по ней хожу и все больше ничего никаких изменений нет бригада ух готова к самым главным нашим покорением вершин марина сегодня выходная что можно еще делать дома выходной как не забетонировать птичник добавить вообще она просто мечтала об этом всю зиму грезила только досочка лежит проезд сюда дальше по доске и до конца пока будем таскать тачкой здесь буду сваливать и буду уже раскидывать сейчас бахнули уже 4 миксера еще где-то два и половина да нет между прочим вот один миксер еще и будет половина получается где-то 7 миксеров по поводу кто бетонирует само собой не в птичниках где-то дома будет себе дело то сюда еще демпфер само собой ленту сюда надо или покупную или от теплого пола знаете такие есть прозрачные с одной стороны отрезаете сантиметров 10 и вот сюда обязательно я сюда не стал не вижу тут смысла пока я тут с вами разговариваю меня там все наполняется все мешается я только на приемке бетона так что пойду принимать слышу же миксер не так будет друзья постепенно завершается наше грандиозное бетонирование грандиозно теплый пол пока маришка там мешает но я так несколько слов если вы уже досмотрели видео до конца да то вы хотите меня послушать и вы любите меня слушать смысл такого кто-то скажет жирует жиру или как жиру жирует ну смысл один и тот же поясню из-за чего на данный пол у меня ушло песок не буду считать ладно пеноплекс пять пятьсот маяки сетка цемент сам теплый пол получилось сама труба получилось в пределах десяти тысяч там что-то десять ой девять семьсот что-то девять восемьсот я считал но я понимаю что кто-то может сказать что жиру бесится а кто-то смотрит на будущее может быть так же как и я и понимает что допустим если 15 клеток и каждую обогреть лампой ну сами понимаете лампа 250 ватт или какая-то к тепловая или взять вообще инфракрасные вот эти которые висят вниз обогреватели вы сами понимаете в какую электричество это все вытягивает это первых во вторых я вам сказал у меня здесь вверх температура большая а низ вообще это значит внизу еще больше обогревать надо и вечные проблемы ну и вот есть такой момент что я изначально все расчетливо это понимаю и специально для этого дела я лучше буду платить за газ дороже чем допустим платил бы за дом там за пару за баню за крыльчатник добавится еще это помещение при том теплый пол будет много стянуть газа но я избавлюсь практически от всех вот этих лишних лампочек лишних проводов я вот думаю что у меня получится все-таки окупить именно вот эти затраты не знаю вот все что вы думаете но напишите мне конечно будет интересно почитать может это все это ерунда получилось так ладно заговорился там слышу миксер уже не так жужжит уже по значит полной готовы поеду забирать шпион крадется на что рассчитывать ну на мороженку можешь рассчитывать сегодня максимум да и все хватит вот такой пол получился на что друзья заканчиваю видео с того же места откуда и начинал помещение будущий брали ряд не птичник у нас теперь готов самого помещения то на что я рассчитывал с того года построил опробовал увидел что не хватает что нужно добавить сделали полы хотел просто забетонировать но за зиму мы решили все-таки сделать теплый пол и теперь у нас шедеврально все кто досмотрели видео спасибо вам что помогали вы были в гостях у деться всего хорошего пока вот так она работает видите вся в работе вся в трудах